Красная зона вдохновила некоторых украинцев к открытию нового бизнеса поддельных ковид-сертификатов. Никакого укола, да и ехать лично нигде не нужно. Лишь отправить свои данные и деление почты, куда вам должны прислать псевдоковид-сертификат. Убеждают, что от оригинала не отличить. Даже за границу выехать можно. От такого предложения при антипрививочных настроях нашего населения отказываются немногие. Однако некоторые прокачанные жулики пошли еще дальше. Они просто выставляют сумму своих услуг, бросают ссылку на весьма подозрительную систему оплаты. В итоге ни денег, ни ковид-сертификата, даже поддельного. Сейчас мы расскажем, как работает конкретно эта схема. В данном случае мошенники нашли нас сами и первыми завели диалог. Сначала пишут от лица некой Людмилы, которая заверяет, что девочка за 2000 гривен сделает документ, который не отличишь от реального и без уколов. И перенаправляют на человека, который в Телеграме подписан как семейный врач. Пароль «Я от Людмилы» сработал, и мошенники объясняют дальнейшие шаги, какие данные отправить и куда нужно перенаправить деньги. Найти Людмилу не доставило труда. Ее телефон, в отличие от телефона так называемого семейного врача, не скрыт. Путем спецприложения вычисляем, что посредник – вполне существующий себе человек. Оказалось, что женщина – работник сферы образования арцистской ОТГ. И лишь спустя некоторое время она узнала, что ее взломали. И от ее имени рассылают письма с актуальными предложениями обхода вакцинации 10-й дорогой. На моих глазах я увидела, как в Телеграме всем моим контактам резко идет смс-рассылка. Я успеваю открыть и прочитала сообщение, что я предлагаю эффективно вакцинироваться за 2000 гривен. Как бы решаются вопросы с сертификатами, с ДИА, с Хелси и так далее. Сразу же начала писать в ответ сообщение, что меня взломали, я не отправляла этого сообщения. Потому что я, когда зашла, увидела, что люди мне уже отвечают. Некоторых заинтересовало даже данное предложение. Я сразу же побежала в полицию зафиксировать этот факт. Почему меня очень сильно это возмутило? Потому что я руководитель сферы образования. И я веду кампанию о вакцинации педагогических работников давно. То есть я не заставляю, но я рассказываю о вакцинации. Отметим, семейный врач, с которым мы долгое время продолжали профессиональный диалог, оказался довольно настырным. Не терпелась кибермошенникам помочь ярым противникам вакцинации. Ну как помочь сделать вид? Нас в этой связи заинтересовала схема оплаты. Не банковская карта, не расчетный счет. А обменник Крипстер, криптовалюта, Монеро – все это указатели. Пусть и не столь явные, что на том конце провода вас поджидает профессиональный хакер. Вы им передадите данные, которые спустя некоторое время, например, могут быть использованы для взятия кредита. В общем, потерять можно гораздо больше – 2000 гривен. Как только киберсемейники понимают, что их разоблачили, они тут же заметают следы. Но скрины, как и рукописи, не горят. О, пропало. Все, вот и пропала переписка. А мне сейчас переписка, пожалуйста, я зацелила, а мне не стоит переписка. Сейчас не пьюсь. А ну нажми на начальника дела образования. Там уже пропала. Или ниже, 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 ниже. О. Ну вот тут. А сейчас посмотрим, это пропадет переписка. Конечно пропадет, вот тут. Вот. Видишь, он написал мне. Он меня знает. Да, привет, я не спрятил. Брала девочка, выглянись, перетела. Подсобрав достаточное количество вопросов, мы собрались на встречу с киберполицией. Но не в этот раз. Но в самый разгар охоты на ковид-помощников, одесская киберполиция решила уйти в отпуск. Что ж, имеют право. Главные противники киберхакеров обещали прокомментировать ситуацию. Мы обязательно выслушаем их позицию. Главный вопрос, реально ли поймать мошенников. Или все-таки они будут всегда на шаг впереди. Отмечу, за подделку медицинских документов в Украине грозит до 6 лет лишения свободы. А в Минздраве анонсировали подготовку законопроекта об усилении за это ответственности.